второй видосик за сегодня это вот от андрея как-то его начал даже под забывать он мне пишет я ему там помог с его там розовым решаем разобраться исчез розовый решай вот так то значит он пишет вопрос непростой каждую зиму как по расписанию каждую зиму как по расписанию шевелиться камень в обоих почках то есть настает биоретмологически активное время почек и они что-то пытаются сделать с этими там камнями и куда-то их на протяжении целого не месяца пил и пол полу и добавлял пихтовое масло по утрам мочу и отвары шиповника и других много отваров и злороу пищу тушеные овощи каши избегал много белков как-то вымотало она меня за месяц в некоторых случаях некоторых случаях конечно здесь надо понимать из чего эти камни у вас там состоят то есть природу камни то есть можно какое-то средство использовать а камни как были так и имеется то есть одно действует совершенно на на другую природу камни допустим они там но разные природы бывают известковые неизвестковые там и что-то хорошо растворяет известковую а кто-то что-то меньше так вот попробовали что-то сделали но если вы уж такие доточные сделайте узи чтобы вы примерно понимали размер этих камней которые у вас имеются и вы вот начинаете в течение месяца применять какое-то средство заканчиваете все это дело делать и опять делаете узи и смотрите что у вас уменьшилось не уменьшилось то есть какие-то сдвиги были не или не был обычно допустим когда что-то применяется если без всякого узи то моча начинает менять свой цвет то есть в этом допустим но грубо говоря используете пихтовое это масло и видите что она стала мутная то есть процесс какой-то кота растворение чего-то там такого в организме пошел то есть это дело работает как только этот процесс прошел моча опять стало у вас светло то есть вроде как процесс закончился что еще можно использовать от камней в почках от камней в желчном пузыре это лимонный сок лечение лимонами оно есть и в некоторых случаях вот смотрите мы думаем в месяц там что-то поделали и все это должно помочь опять-таки если вы вот так вот сделали узи до потом через месяц после вы можете судить на результатах в некоторых конечно случаях мы все хотим все что-то быстро легко и и сразу надо гораздо больше потрудиться у меня есть это в без очищения нет исцеления имеется раздел в котором описаны камни дробящие вещества что используется в рецептах для того чтобы все это дело растворить какие-то поэтому ознакомьтесь с этим ну и плюс вот андрею так рекомендация это использовать лимоны это тоже не не сразу все делается это опять-таки тоже все это идет на свой страх и риск что там будут растворяться причем надо применять так чтобы вы не растворили эмаль зубов если она у вас слабая ну вот примерно вот так вот действовать и тогда какие-то результаты будут так вот немножечко поговорим о благотворительность все люди во все времена поддерживали добрые хорошие начинания и если вы чувствуете что моя работа приносит пользу проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела которое помогает потому что о здоровом образе жизни настоящим таком каким он должен быть без разного рода пилюлики прочих прочих никто не говорит только здесь на канале об этом полноценно во всем объеме и углубленно рассказывается проявляйте свою благотворительность щедрость какую вы можете сделать с уважением и пожеланием доброго здоровья